Сегодня я узнала ужасную правду про вот это красивейшее растение. Гортензия завораживает своей красотой, но мало кто знает, что она буквально вся пропитана цианидом. Отравление происходит, если употребить в пищу, возможно, любые части растения, но самое опасное, наверное, это ее цветки. В случае отравления редки, так как мало кто может догадаться съесть гортензию, но есть и такие, кто это может сделать, например, дети или животные. Поэтому, если в семье есть дети, обязательно предупредите, что этот цветок красивый, но опасный. Все мы помним, как в детстве поедали сирень, поэтому лучше предупредить, а лучше предупредить несколько раз. Если все-таки кто-то умудрится съесть кусочек гортензии, цветок или листик, то симптомы отравления следующие. Учащается пульс, возможны судороги, диарея, обморок. Эти все симптомы начинают проявляться в течение 24 часов с момента попадания яда в организм человека. И являются признаками отравления легкой степени тяжести. А еще, когда вы захотите обрезать гортензию, не забудьте одеть перчатки. Возможно, аллергические реакции. Животные также могут травиться ядом растения. Но вероятность того, что животное захочет грызть гортензию, ну, достаточно низка. Растение на вкус неприятное. Я, конечно, не пробовала, но гуглу советую прислушаться. Но есть и хорошие новости. Не все виды гортензии опасны. Есть, например, такие. Именно эти две разновидности гортензии абсолютно безопасны. Как для человека, так и для животных. Моя гортензия уже отцветает. Она у меня первый год. Скажу честно, я ей уделяла очень-очень мало внимания. В силу некоторых обстоятельств. Но, в целом, кустик разросся хорошо. Немножко она, конечно, приболела. Будем ее лечить, чтобы на следующий год она была красавицей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова